ассаляму алейкум и рахматуллах и баракатуху по воле Всевышнего Аллаха субханаху вата'аля продолжаем проходить правила таджвейда следующее правило которое у нас идет в книге соединение васль проходя предыдущее правило определенного артикля вот мы встречали вот такой олив вот видите здесь нет фатхи кясры даммы да это называется васлированный олив вот сегодня мы будем проходить его то есть какую роль вот этот васлированный олив выполняет само слово васль васль переводится как соединение и так вот у нас первый пример первый пример и в этом примере в этом предложении в этом аяте васлированный олив стоит первым вот он стоит васлированный олив у нас знаменитый аят который мы очень часто читаем, ежедневно, да. И вот смотрите, мы всегда этот аят начинаем читать то есть кясры. Значит, если васлированный олив стоит в самом начале аята, то есть аят начинается с него, то мы смотрим на третью букву. Раз, два, три. А точнее на ее огласовку. Видите, ее огласовка кясра. Вот поэтому мы васлированный олив читаем через кясру. То есть вам могут задать вопрос, почему мы не читаем здесь агди или ухди, да. Почему мы это читаем именно игди? Потому что огласовка третьей буквы кясра. Итак, дальше проходим правил. Если бы, да, могут вопрос задать. А если огласовка третьей буквы будет фатха? Если огласовка у третьей буквы будет фатха, мы все равно читаем игдэ. Игдэ будет читаться. То есть на кясру и фатху нам что дает васлированный олив? Кясру. То есть неправильно будет читать эгдэ, потому что здесь тоже э было бы, да. И мы здесь тоже фатху ставим. Нет. Если кясра, значит кясра. Если фатха, значит все равно, что кясра. Хорошо. Могут спросить, а если здесь была бы дамма? Если будет дамма, значит будет здесь тоже дамма. То есть в сознании своем вы над васлированным оливом ставите ту огласовку, которая нужна. Значит, еще раз повторим. Кясра, фатха нам дают что? Кясру. Дамма нам дает что? Дамму. Было бы ухду. Игди, игдэ. Какой вывод делаем? Что васлированный олив никогда не будет читаться э. Э никогда не будет читаться. Но будет читаться как э, мы говорили с вами, проходя предыдущее правило, да. Когда около васлированного олива будет что стоять? Лям. Будь лям читаться будет или не будет читаться, все равно. Если около васлированного олива есть буква лям, это определенный артикль. И васлированный олив всегда будет читаться эль. Да, например, эль камеру или ащамсу. Поэтому, если около васлированного олива есть лям, всегда будем читать а. Однако, как вы видите здесь, ляма нет. Правильно? Поэтому это не определенный артикль. Здесь мы будем уже смотреть на третью букву. Очень часто люди, они начинают смотреть на третью букву сразу, а тут лям стоит, например. Все, это ошибка. На третью букву не надо смотреть, потому что определенный артикль алиф лям, вот он, алиф лям, алиф лям, да, он всегда читается эль. Поэтому на третью букву уже не стоит смотреть. На третью букву, на ее огласовку стоит смотреть тогда, когда около васлированного олива нет буквы лям. Итак, мы разобрались с этим, с васлированным оливом. Значит, васлированный олив будет читаться только тогда, когда стоит в начале аята. Дальше, дальше, уаслированный олив будет выполнять роль чего? Соединения. Он никогда не будет уже читаться. Он читается только тогда, когда стоит в начале аята. Как он будет читаться, мы с вами это разобрали. Давайте вот идем дальше. Ихдина. Видите, здесь нун, а после нуна что? Алиф. Но мы почему-то говорим ихдинас. Почему-то мы не тянем, да, ихдина. Дело в том, что если после букв удлинения алифа вау или я приходит в аслированный алиф, то удлинять уже нельзя. Поэтому у нас вместо ихдина остается ихдина, без удлинения. Сам васлированный олив не читается. Над буквой лям есть сукон? Нет. Лям тоже не читается. Получается, олив не выполняет свою роль удлинения. Олив васлированный, поскольку он уже стоит для соединения слов, да, в середине аята, не читается. Над лямом сукона нет, тоже не читается. Вот три эти буквы у нас отпадают в чтении. С буквы нун мы переходим на букву сад. Ихдинас сра. Олив сагира маленькая, мы говорили, что надо тянуть на два счета на одну секунду. Ихдинас сра. После то, что у нас идет? Васлированный олив. Если идет васлированный олив, да, это вам сигнал, что скоро будет соединение. Все, надо соединять, да, уже. Вот смотрите. Теперь над буквой лям стоит, сукон, стоит. Васлированный олив не читается, мы его не читаем. Он читается только в начале, когда стоит. Дальше уже выполняет он роль соединения. Ихдинас сра таль. Буква та соединяет с буквой лям. Муста ки мэ. Ихдинас сра таль. Дальше смотрим. Ва ха дзэль. Вот здесь вот дзэ надо тянуть, но мы здесь не потянем ее, потому что что идет? Васлированный олив. Запрещает нам тянуть, да, васлированный олив. Лям, сукон, есть. Значит, дзэль мы соединяем с буквой лям. Ва ха дзэль. Дзэль. Ва ха дзэль бэ лэ ди. И смотрим после буквы даль что? Опять васлированный олив. Значит, сигнал для соединения. Ва ха дзэль бэ лэ дзэль ами ни. Ва ха дзэль бэ лэ дзэль ами ни. Дальше смотрим. Здесь ра соединяем с лям, который в слове Аллах, да. Вот это лям не читается, васлированный олив не читается. Соединяем сразу с лямом. Вот у нас васлированный олив, значит, сигнал для соединения. НАРУЛЛЛАХИЛЬМУКАДАТУ. КАМАСАЛЛИЛЛЛАЗИСЛИЛЛЛА. Соединяем. Дзэ соединяем с сином. Тянуть нельзя, потому что уаслированный олив. КАМАСАЛЛИЛЛЛАЗИСЛИЛЛЛА. Дальше смотрим. ФА буква идет, потом уаслированный олив идет. Значит, ФА надо соединять с чем? С буквой ТА. ФАТТАКУННАРУЛЛЛАТИ. КАФ. Соединяем сразу с НУН. Почему? Тянуть нельзя, потому что уаслированный олив. Олив с кружком. На него вообще не обращаем внимания. Мы говорили о том, что над любой буквой, которая стоит кружок, мы ее не читаем. Над ЛЯМом здесь нет СУКУНА. Значит, не читается. Значит, читаемую букву соединяем с читаемой буквой. Читаемая буква КАФ в этом слове. Читаемая буква в этом слове НУН. РА соединяем сразу с ЛЯМом, потому что уаслированный олив стоит сигнал для соединения. ТА тянется при помощи буквы Е. Дальше смотрим. Уаслированный олив, да, ЛЯМ не читается. ВАУ сразу с ТА соединяем. ВАА. Здесь обычный олив, да, тянем, ничего ему не мешает. ХУВА ТАВА БУРРАХИМУ. БА соединили сразу с РА. Все, идет уаслированный олив, значит, надо соединять. ХУВА ТАВА БУРРАХИМУ. ЗУЛЬ. ЗУЛЬ тянуть нельзя, потому что уаслированный олив. И соединяем. ЗУЛЬ ФАДЛИЛЬ. АЗИМИ. ЛЯМ соединили с ЛЯМ. ЗУЛЬ ФАДЛИЛЬ АЗИМИ. АНТАЛЬ АЗИЗУЛЬ ХАКИМУ. АНТАЛЬ ТА с буквой ЛЯМ, ЗА с буквой ЛЯМ. АНТАЛЬ АЗИЗУЛЬ ХАКИМУ. Если вы будете читать вот так, это означает, что вы не усвоили правила васли. Васль говорит о том, что слова должны соединяться при чтении между друг другом. АНТАЛЬ АЗИЗУЛЬ ХАКИМУ. Теперь смотрим дальше слова. ВАНХАР. Здесь НУН залезла на букву Х. ВАУ соединили сразу с НУН, потому что уасли. ВАНХАР. СЫРАТАЛЬ ЛЯЗИНА. АНФУСАКУ МУСТАКБАРТУМ. МИМ соединили с буквой СИН. Смотрим дальше. ХАЗАЛЬ ЛЯЗИЗА соединил с ЛЯМ. МАН ДАЛЬ ЛЯЗИЗА КУЛЬ НАДРИБЕ. БИ САЛИСМУ. БИ САЛИСМУ. ЛЯМ соединил с буквой СИН. А вот здесь уже смотрим. Смотрим на третью букву. Точнее, на ее огласовку. КЯСРА значит КЯСРА. ИГДИ НАССРАТА. Я ЭЙЮХАННАСУ. ИЛЯН НАСИ. Здесь ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ, потому что уасли. ИЛЯН НАСИ. Здесь можно ТЯНУТЬ. АЛЯН НАСИ. СЛЯМ СРАЗУ НА ТЯ. Потому что тянуть нельзя, уасль стоит. АЛИВСКРУЖКОМ ВОБЩЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ. И мы сразу переходим на букву ТЯ. Раз, два, три. Вот все это отбрасывается. КАЛЬУТЬ ТАХАЗА. КАЛЬУДЬ У. То же самое. Три буквы, видите, отбрасываются. ЛЯКУЛЛЯЗИНА ВААКИМУССССАЛЯТА. Здесь вот эта дама чуть-чуть сместилась. Она должна быть над буквой МИМ. ВААКИМУССССАЛЯТА. ВААТУЗЗАКАТА. ТА отбрасываются сразу четыре буквы. Раз, два, три, четыре. И ТА сразу соединяется с буквой ЗА. ВААТУЗЗАКАТА. ВААМИЛУСССАЛИХАТИ. То же самое. Четыре буквы отбрасываются. БИЛЬ ГАЙБИ. ВАБИЛЬ АХИРАТИ. КАЛЬ ФАРАШИ. ВАЛЬ АСРИ. ВАЛЬ МУШРИКИНА. РАББИЛЬ ААЛАМИНА. ГАЙРИЛМАГДУБИ. ХУМУЛМУФЛИХУНА. ЛЕЙЛАТУЛКАДРИ. ХАЗАРАЛМАУТИ. ХАЗАЛБЛАДИ. МАЛЬ КАРИАТУ. Сразу смимо на букву ЛЯМ. МАЛЬ ХУТАМАТУ. ФИЛЬ АРДИ. Здесь над ХАМЗАЙ ФАТХА должна быть отпечатка. ФИЛЬ АРДИ. У ТУЛЬ КИТАБА ТАХТИХАЛЬ АНХАРУ. ТЕПЕРЬ СМОТРИМ. ВИДИТЕ, ДА? У ВАСЛИРОВАННОГО АЛИФА РЯДОМ НЕТ БУКВЫ ЛЯМ, ПОЭТОМУ ЭНИ БУДЕТ ОН ЧИТАТЬСЯ. СМОТРИМ НА ТРЕТЬЮ БУКВУ. ТРЕТЬЯ БУКВА РА. ЕЁ ОГЛОСОВКА КАКАЯ? ФАТХА. МЫ ГОВОРИЛИ, ДА? ЕСИ ФАТХА И КЯСРА, ЗНАЧИТ КЯСРА. ЧИТАЕМ. ИМРА ЭТУ. Что касается этого слова, здесь вроде ДАММА, значит мы У ДОЛЖНО ЧИТАТЬ, правильно? Но это слово является исключением. Переводится как СЫН. ИБНУ. Всегда читается ИБНУ. Даже если здесь ДАММА, он всегда будет читаться через КЯСРУ. ИБНУ. Здесь смотрим, ФАТХА у нас, значит КЯСРА. ИДЖААЛЬ. ИРДЖИР. Здесь что у нас? ДАММА. УДХУЛЬ, да? Сюда, значит, тоже ставим ДАМММУ. ИБНУ. Значит, смотрим на это словосочетание. Здесь у нас АДУН. В ТАНВИНЕ УН находится НУН в состоянии СУКУНА. Дальше идет ВАСЭЛЬ, который говорит, что нам нужно соединять это с буквой ЛЯМ, потому что буква ЛЯМ читается, да? И получается НУН в состоянии СУКУНА, который находится в ТАНВИНЕ. И ЛЯМ тоже в состоянии СУКУНА. У нас получается такая маленькая авария между двумя буквами, которые находятся в состоянии СУКУНА. ЛЯМ в состоянии СУКУНА и НУН в состоянии СУКУНА, который находится в ТАНВИНЕ. УН, НЕ. Чтобы избежать этой аварии, нам нужно вместо СУКУНА над буквой НУН поставить КЯСРУ. Если было АДУН, станет АДУНИ. АДУНИ. Поэтому будет легкое такое соединение. Дальше смотрим. Видите, здесь АДАН. НУН в состоянии СУКУНА, а нам нужно соединять. Опять две буквы в состоянии СУКУНА. Значит, тоже поставим КЯСРУ. АДАН станет АДАНИ. АДАНИЛЬ УЛЯ. И последнее. БИЗИ НАТИН. Тоже НУН в состоянии СУКУНА, который находится в ТАНВИНЕ. Будем огласовывать КЯСРУ. БИЗИ НАТИН станет БИЗИ НАТИНИ. И вот это НИ мы соединяем с буквой ЛЯМ. БИЗИ НАТИНИЛЬ КЯВАКИБИ. Мы это делаем для того, чтобы сохранить ТАНВИН. Иначе, если человек не знает этого правила, он убирает НУН в состояние СУКУНА, которое находится в ТАНВИНЕ, и получается, читает таким образом. АДУЛЬ. Но так читать неправильно. Потому что здесь не просто ДАММА, а здесь ТАНВИН. Поэтому, чтобы сохранить вот этот ТАНВИН, НУНное окончание, НУН мы будем огласовывать КЯСРУ. АДУН станет АДУНИ. АДАН, АДАНИ. БИЗИ НАТИН, БИЗИ НАТИНИ. И это всё соединяем с буквой ЛЯМ. АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ ВАРАХМАТУЛЛАХИ ВАБАРАКАТУХ. БИЗИ НАТИНОМ ЯЗЫКЕ. БИЗИ НАТИНОМ ЯЗЫКЕ. АДАНИ. Продолжение следует...